не знаю кому и как по мне маркл актриса никудышная на минуту показалось а не воодушевилась ли она фильмом спилберга поймай меня если сможешь если да то зря картина хоть и основана на реальных событиях но до роли в ней маркл как до луны они сравнивала ли не состоявшиеся герцогини себя с главным героем он также как и она кем только и где не работал был живым и изворотливым не уж то маркл захотелось списать сценарий перетянув на себя любимую а ведь учесть не учла жизнь не кино она не дикаприо играет так себе кроме того быть мастером в обмане жульничестве поделки документов что и показано в этом кино возможно с отличными аналитическими способностями гибким умом умением опережать события минимум на шаг у мэган этого нет когда прочитала что маркл надумала перебраться в нью-йорк не поняла что не живется в калифорнии ясно перетащить гарри ее прерогатива его же мнение не важно и спрашивать его никто не спрашивает что-то типа шкафа захотелось передвинула дошло когда начала вспоминать как в прошлом году в калифорнии поначалу у бывшей актрисы было громадье планов стратегически завоевать голливуд помните про ее заявление она объявляла буду работать с режиссерами только из-за листа но в очередь к ней так никто и не встроился мечты и планы стали рушиться усугубили ситуацию еще и такие два факта многомиллионные сделки с нетфликс которые просели и застопорились местная элита которая не приняла сасекских с распростертыми объятиями а после выступления против королевской семьи тот же господин обама не захотел видеть отступников на своем дне рождения ей гораздо труднее проникнуть в лос-анджелес чем она думала прямо сейчас она как бы заброшена в монте сито и занимается масштабированием хотя на самом деле хочет сделать что-то более осязаемое и меган надумала податься в политике решив что нью-йорк надежный тыл амбициозная такая да не постеснялась не подумала и заявила что не прочь стать президентом сша правда калифорнийские центристы звезд всяких таких не любят и вот кто-то посоветовал меган начать свой путь в белый дом баллотируясь в конгресс только не в калифорнии лучшего места не нашли как нью-йорк в настоящее время ей советуют найти место в нью-йорке чтобы она могла баллотироваться в конгресс где избиратели скорее всего пойдут за молодыми уверенными в себе цветными женщинами я вижу как она баллотируется в 12 округ нью-йорка который охватывает такие районы как гламурный верхний из сайт сообщается что актриса подыскивает квартиру точнее семейный безупречный по всем показателям пентхаус деньги вроде не проблема можно и особняк в монтесито заложить или аванс гарри за книжную сделку в 54 миллиона долларов и так далее для нее переезд в большой город и начало политической карьеры окажется ступенью краху для меня ясно маркл бежит она бежит от королевской семьи как от огня она наконец поняла справится с бкс не по зубам а тут и ответ королевы в виде судебного иска у елизаветы логика железобетонная а за плечами опыт борьбы и побед еще не над такими звезды да и целый штат квалифицированных юристов именно под планируемый переезд в нью-йорк по приказу ее величества они подгадали и составили в результате маркл ухватившись за возможность переехать в большой город и начать политическую карьеру сильно прогадала посчитав этот путь спасением свернула свернет в пропасть в отличие от калифорнии в нью-йорке есть закон и уголовная ответственность за дефамацию кстати по состоянию на 2017 год по меньшей мере 130 государств членов юнеско сохранили такие же нормы так что практически в какой штат страну не беги за вранье клевету порочащие честь и достоинство бкс возмездие настигнет везде королеве не составит труда собрать факты и подтвердить что клевета имела место быть в нью-йорке с этим все просто доказать что заявление было ложным причинила вред и было сделано без надлежащего исследования правдивости заявления что заявление было сделано с намерением причинить вред или с безрассудным пренебрежением к истине 16 что обычно конкретно упоминается как фактическая злоба 17 а мне кажется и так понятно своими интервью книгами и другими пакостями чита сасекских уже нанесла непоправимый вред порядком поистрепав нервы что думаете дойдет до суда или написанный иск уберут в архивы как считаете что будет когда маркл переедет в нью-йорк очень интересно узнать ваше мнение в комментариях поставьте палец вверх и поддержите видео лайком все чаще стали проявляться слухи об отношениях принца гарри и меган маркл с елизаветой второй слухи подкрепили еще сообщения сми о том что королева обратилась к юристам из-за поступков пары королевский репортер амид скоби решил рассказать всю правду в программе доброе утро америка чтобы не было сплетен амид скоби и кэролин дуран планируют выпустить эпилог к новой книге о паре в поисках свободы журналисты уже даже наладили связь с близкими меган и гарри чтобы узнать информацию в новом эпилоге журналисты пишут что меган и гарри крайне разочарованы монархии вот только такое отношение не распространяется на их отношения с королевой когда дело доходит до отношений с королевой они как никогда сильны они не испытывают к ней ничего кроме любви конечно мы видели как они назвали свою дочь в честь прозвища королевы так что это действительно дает нам представление об этих близких отношениях и вы знаете как здорово иметь возможность исправить это сегодня сообщил журналист амид скоби впервые о своих плохих отношениях гарри и меган с королевской семьей рассказали в интервью сопры уинфри тогда они обвинили семью в расизме так как один из членов семьи сомневался в цвете кожи их ребенка арчи еще до его рождения во время беременности меган мучилась от психологических проблем но она сообщила что ей запретили получать в это время помощь от семьи принц гарри и меган маркл могут использовать свои мемуары в качестве потенциального рычага для того чтобы что-то получить от королевской семьи утверждает эксперт по королевским делам ричард фицу илимс сказал что с герцогом и герцогини сасекскими не знаешь чего ждать дальше и это все затрудняет новости о мемуарах о которых было объявлено на этой неделе заставили многих предположить что они могут вызвать еще больше критики в адрес королевской семьи принц гарри сказал что мемуары будут интимными и сердечными полностью правдивыми и будут написаны не как принц которым я родился а как человек которым я стал предполагается что гарри получил аванс в размере 14,5 миллионов фунтов стерлингов и было объявлено что он пожертвует вырученные средства на благотворительность книга которая в настоящее время не имеет название и должна быть издана пенгвин рэндом уэс она будет освещать его жизнь в глазах общественности в том числе его время в армии а также его жизнь семейного человека планируется что книга будет опубликована во всем мире в конце 2022 года но время ее выхода совпадающие с платиновым юбилеем королевы также вызвало удивление мистер фицу илимс сказал это так далеко в будущем что это потенциальный рычаг если они хотят получить что-то от королевской семьи однако г.н. фицу илимс проявил осторожность в отношении литературных мемуаров и сказал что потенциально взрывные откровения в мемуарах повлияют на отношения между фирмой и сасексами некоторые комментаторы заявили что этот шаг является неуважительным по отношению королеве и омрачит то что должно стать праздничным юбилеем посвященным ее 70-летию на троне интерес вызвал и выбор принцем гарри писателя джей армерингера который умеет разбирать сложные отношения в центре внимания могут оказаться отношения гарри с его отцом принцем чарльзом которые по признанию гарри имеют свои трудности однако фицу илимс добавил что пока гарри изгоняет своих демонов он все еще шестой в очереди на престол и является значимым монархом даже если он не работает он также поставил под сомнение то насколько точным будет рассказ гарри сославшись на интервью опры у инфри с сасексами некоторые из которых не прошли проверку фактов королевский комментатор сказал что сасексы часто изображают из себя жертв и регулярно выходят на публику но он не уверен что именно движет этой пары фицу илимс добавил он гарри много говорил об исцелении но что сасексы хотят от королевской семьи в язвительном интервью гб ньюс королевский биограф которая провела время с герцогом сасекским объяснила как принц гарри мог бы выступить с более жестким и глубоким заявлением чем то которое было опубликовано вчера она объяснила что личный опыт гарри в афганистане и удовольствие которое он получил во время поездки а также его создание уэс-геймс спортивных соревнований для раненых ветеранов и военнослужащих могли бы быть лучше отражены в безмолвном заявлении герцога и герцогини сасекски в котором они призвали мир протянуть руку помощи друг другу она сказала что вместо этого пара стала всемирными тетушками мучительницами и вроде как смешными гажа левин сказала он советует всем кто воевал в афганистане тянуться друг другу эти ужасные слова что это значит если он так много знает гажа левин продолжила сказав что гарри мог бы прокомментировать гибель британцев и американцев в афганистане прежде чем подчеркнуть что он должен знать лучше учитывая его преданность ветеранам при создании уэс-геймс далее биограф рассказала о том что она встречала множество ветеранов которые говорят что принц гарри помог им понять что они полезны благодаря его усилиям по организации игру с и сказала что более личный подход основанный на опыте службы гарри вооруженных силах был бы гораздо лучшим выбором для выступления но она признала что вместо этого гарри и меган выбрали другой путь в заявлении пара сказала у нас разбито сердце и поскольку мы все являемся свидетелями продолжающегося глобального кризиса здравоохранения усугубляемого новыми разновидностями и постоянной дезинформации нам становится страшно когда любой человек или сообщество страдает частичка каждого из нас делает это вместе с ним осознаем мы это или нет и хотя нам не суждено жить в состоянии страдания нас как народ заставляют принимать его легко почувствовать себя бессильными но мы можем воплотить наши ценности в жизнь вместе для начала мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать ряд организаций выполняющих важнейшую работу мы также призываем тех кто занимает влиятельные позиции в мире быстро продвигать гуманитарные диалоги которые должны состояться этой осенью на многосторонних встречах таких как генеральная ассамблея он и саммит лидеров g20 как международное сообщество именно решение которые мы принимаем сейчас чтобы облегчить страдания тех кого мы знаем и тех кого мы возможно никогда не встретим докажут нашу человечность в ответ гжа левин сказала я думаю что пара превратилась из попытки иметь альтернативную разбуженную королевскую семью на другом конце света на самом деле они стали глобальными агонизирующими тетушками с дядюшкой которые находятся позади они просто смешны не так ли герцог сасекский призвал ветеранов оказать поддержку друг другу в связи с возрождением талибана в афганистане в заявлении опубликованном фондом уэс games принц гарри впервые был направлен в афганистан в декабре 2007 года но это держалось в секрете от мировых сми рассказывая о своем пребывании там он сказал в одну минуту ты спишь в кровати а через шесть с половиной минут ты разговариваешь с кем-то на земле по кому стреляют но через десять недель после начала его первой командировки в афганистан присутствие гарри там было раскрыто австралийским новостным изданием и он был отозван оттуда в целях собственной безопасности